Квантовый прорыв. Аспирантка ДГУ Марьям Курбангаджиева получила грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект «Молодой ученый» связан с изучением квантово-оптических эффектов взаимодействия лазерного излучения. Теперь у исследователей будет дополнительная финансовая поддержка. В лаборатории побывала моя коллега Зумрудгамидова, которая попыталась объяснить сложные научные формулы простым языком. Марьям Курбангаджиева не спортсменка, не чемпионка мира. Молодая и талантливая ученая разбилась в терятии по том, что Дагестан – республика спортсменов. Марьям победительница в другой области. Девушка работает над исследованием квантово-оптических эффектов. Реализация ее проекта предполагает разработку физических механизмов, лежащих в основе взаимодействия световых полей с атомарными системами. Изучение таких явлений – дело непростое, ведь в этих сферах не работают законы классической оптики. То исследование, которое мы проводим, это как раз-таки относится именно к этой сфере. Как мы знаем, я попробую попроще сказать, в классической физике, к которой мы привыкли, когда свет проходит через какую-то среду, он просто поглощается. А здесь мы наблюдаем обратный эффект, то есть мы наблюдаем усиление света. Это как раз-таки явления, которые мы видим только в мире элементарных частиц. Мы живем в макромеренном. А то, что мы здесь исследуем, это микромер, это элементарные частицы. Такие современные технологии позволяют создавать интеллектуальные системы для осуществления трехмерных пространственных манипуляций с микрочастицами. К примеру, ученые разработали оптический пинцет, устройство, которое с помощью лазерного пучка перемещает микроскопические объекты, сохраняя их внутреннюю структуру. Проще говоря, с помощью света, без механического воздействия, можно перемещать отдельный атом частицы. Это можно применить в медицине, например, и так далее. Как-то регулировать частоту. Физика и молодая ученая заинтересовалась еще в школе, а с годами наука стала делом всей ее жизни. Мариам говорит, что это только на первый взгляд кажется тяжелым. На самом деле физическое образование позволяет говорить просто о сложном. Как говорит один из моих преподавателей, физика – это наука от Бога. Физика вокруг нас. Если бы не физические законы, жизнь была бы наполнена чудесами. Мы просто воспринимаем их как данность, потому что мы с детства с ними знакомы. И это очень приятно, с одной стороны, понимать, почему так происходит. Например, как мы все любим лежать, например, на мягком, нежели на твердом. А почему так, это тоже объясняет физика. По ее словам, она и ее команда пытаются сделать некий шаг в будущее, чтобы жизнь каждого человека стала немного лучше. А ее научный руководитель убежден, что поддержка молодых ученых – одно из основных направлений в работе вуза. Ведь именно перспективные кадры определяют вектор развития России. Научной деятельностью фактически надо заниматься со школьной скамьи. Вот у нас в университете создан центр поддержки развития одаренных детей. Мы работаем уже с одаренными детьми, которые обучаются в школах. На базе нашего университета проходят различные соревнования, которые позволяют отобрать наиболее талантливых детей. Я вижу, что в университете очень много талантливой молодежи. И многие научные проблемы современные молодые решают быстрее. В планах на будущее у молодой ученой другие интересы направления в современной физике. Ну а отдохнуть от утомительных научных экспериментов помогают разные увлечения – прогулки на природе и чтение любимых книг. Но теперь после получения гранта интеллектуальная нагрузка, вероятно, станет больше, а рабочие дни в лаборатории гораздо длиннее.